Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя и ее Юля. И мы сейчас находимся на Чижовском плацдарме. Здесь находится рядом музей, где можно посмотреть интересные факты. А также находится рядом церковь, куда вы можете зайти и помолиться. Давайте вспомним немножко истории. Чижовка в военное время была пригородом Воронежа. Сам же город имел важное стратегическое значение для захватчиков. Оборону в этом районе Воронежа держало несколько полков НКВД и полк пограничников. В августе 1942 года подошла 100-я стрелковая дивизия. Благодаря им советские войска смогли закрепиться в районе Чижовка. Так и образовался плацдарм. Какой прекрасный вид открывается здесь на левый берег. Это стратегическая точка. Это место переходило не один раз и немецким, и советским войскам. Бои на Чижовском плацдарме шли 204 дня, вплоть до 25 января освобождения Воронежа. А во Вторую мировую войну из этой пушки стреляли по немецким фашистским захватчикам города Воронежа. И мы их победили. Сражение на Чижовке унесло много жизней среди солдат Красной Армии. По приблизительным подсчетам в братских могилах осталось около 17 тысяч человек. После окончания боев в Воронеже было обнаружено 126 таких могил. Возможно, это еще не все найденные. Наш город признан городом воинской славы, но почему-то города-героя ему не дают. И это, к сожалению, очень обидно за наш великий город, который был в Вторую мировую войну разрушен на 90%. Уже в 1946 году местные жители решили увековечить память о героях, погибших во время боев за Воронеж. К этому времени лишь небольшая часть могил была обнаружена. Все найденные солдаты были перезахоренены. Только небольшую часть имен погибших смогли восстановить. Многие остались неизвестными героями, погибшими за Воронеж. Уже в 1947 году был установлен памятник погибшим. Его автор остался неизвестным. В реестре это место значилось как захоронение номер один. В 1973 году было принято решение, что этот памятник слишком скромный. И уже в 30-ю годовщину победы был открыт новый памятник война. Это сооружение больше напоминает современный монумент, что дошел до наших дней. В 1985 году была произведена реконструкция памятника. После чего все три солдата приобрели свои лица, которые стали символизировать три поколения. Также был построен зал памяти. И все имена погибших солдат были перенесены внутрь этого здания. И вот он этот зал памяти, где вы можете зайти и посмотреть историю сражений за Воронеж. После развала СССР этот мемориал пришел в запустение. И только к 2012 году были выделены деньги на его восстановление. В данный момент это захоронение считается самым большим в Воронеже. По приблизительным подсчетам там захоронено 10 тысяч погибших. Но лишь небольшая часть солдат с установленными именами. Их около 3,5 тысяч. Также в ходе последней реконструкции была построена часовня. Посвящена Дмитрию Донскому, покровителю воинов, защищавшую свою родину. Мемориал Чижовский пасдарм, самая известная достопримечательность города Воронежа. Я про это место очень давно хотел записать в видео. И наконец-то у меня это получилось. Ребят, кому понравилось мое видео, не забывайте ставить лайки. Ну и всем удачи и пока. Меня зовут дядя Митя и я Юля. Пока. Продолжение следует...